Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, позвольте мне приветствовать вас от имени белорусского народа. В городе Герои Минске более 700 специалистов, которые прибыли сюда, в центре Европы, для того, чтобы обсудить проблемы нашего общего дома. Это, как говорят, дорогого стоит. Это надо только приветствовать. Здесь никаких тут излишних забот вы не доставили. Наоборот, принимать гостей – это приятные хлопоты, так всегда белорусы считали. Поэтому, если это вам нужно, приезжайте, знайте, что нам это нужно тем более. Приветствуя вас сегодня, хочу сказать, что в прошлом году в Минске прошел первый экспертный форум такого масштаба по проблемам безопасности. Важно, что он не затерялся среди других мероприятий, а наоборот, заслужил высокие оценки и привлек внимание широкой общественности. И получил свое продолжение. Рад, что вы снова нашли возможность принять участие в дискуссии по волнующей всех международной повестке, которая, к сожалению, дополняется все новыми вызовами. Поиск адекватных и своевременных ответов на них является на данном этапе одной из важнейших задач экспертного сообщества. А также нас, политиков. Об этом в том числе свидетельствуют проведенные в последнее время в Беларуси внешнеполитические форумы на широкой тематике от информационной безопасности, торговли людьми до терроризма. Это говорит об очевидном росте интереса западной и восточной аудитории к Минску как площадки диалога. И если это нужно нашей Европе, мы готовы в этом плане действовать на любом уровне, в любом месте нашей Беларуси. Отойти от края пропасти. Эти слова в теме нашей конференции предельно точно выражают суть главной проблемы в мировом сообществе. Беспрецедентная напряженность в международных отношениях, расшатывание основ интернациональной безопасности, рост числа региональных конфликтов затрагивают большинство континентов. Мы уже начали бить в набат, призывая остановить противостояние. В последнее время особенно много говорим о необходимости диалога, укреплении мер доверия и поиска компромиссов. Но мир, к сожалению, лучше не становится. Более того, мы являемся свидетелями нового витка стратегического соперничества так называемых великих держав, полюсов силы, ну и шок, как вы там их окрестили. Торговые войны и санкционные противостояния набирают все больше оборотов. Ужесточается борьба за энергоносители и сырьевые ресурсы. Многочисленные вооруженные и замороженные конфликты на Ближнем Востоке, Азии, Латинской Америке, Европе не решаются. Используются все более изощренные методы борьбы. Новым, ранее невиданным прецедентом стали атаки с помощью беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Таким образом, мир увидел новое оружие. Простое, дешевое, доступное почти каждому террористу. Но которое может нанести невосполнимый ущерб не только одному государству, но и планете в целом. Совершенно очевидно, в списке современных вызовов человечеству доминируют угрозы безопасности. При этом многосторонние площадки, включая Организацию Объединенных Наций, ОБСЕ, становятся местом выяснения отношений, а не решения проблем. Система военно-политических сдержек и противовесов разваливается на глазах. А международные организации пока не могут остановить этот процесс. Может быть, и не хотят, а может быть, те, кто доминирует в этих организациях, заинтересованы в этом. Нас не может не волновать тот факт, что градус недоверия и конфронтации между Востоком и Западом достиг предела. Эксперты в области безопасности и разоружения с обеих сторон уже рисуют ужасную в своем правдоподобии картину. Всего за несколько минут Россия и НАТО, например, могут пройти путь от непреднамеренного локального конфликта до ядерной войны. После недавнего выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности двух ключевых его участников, процесс разрушения архитектуры контроля над вооружениями фактически вышел на финишную прямую. Последний рубеж – договор по стратегическим наступательным вооружениям. Если стороны не договорятся о его продлении всего через два года, по-моему, 21-й год, мир окажется в ситуации, когда отношения в сфере ядерных вооружений вообще не будут ничем регулироваться. Человечество семимильными шагами движется к черте, за которой действительно пропасть. К сожалению, приходится признать, что у больших держав есть основания относиться друг к другу с недоверием. Недружественные или даже агрессивные действия в прошлом укореняют взаимные подозрения и опасения на долгие годы вперед. В идеале нам нужно вернуться к концепции европейской безопасности, основанной на сотрудничестве. К ценностям Хельсинки и заключительного его акта, Парижской хартии для новой Европы, нам всем срочно нужна сильная история успеха, которая убедит даже ярых скептиков и ястребов, что, несмотря на глубокие противоречия и недопонимания, интересы безопасности в Европе абсолютно совместимы. За последние два десятилетия Беларусь оказалась в уникальной ситуации. С одной стороны, мы военно-политический союзник нашей России, участник организации договора о коллективной безопасности. Ни у одного государства нет такого уровня отношения с Москвой, как у нас. В то же время наша страна заключила международные договоры в области безопасности и мер доверия со всеми соседями, в том числе с государственными членами НАТО. Ну а с таким соседом, как Украина, у нас более 120 международных соглашений. Мы готовы наполнять эти двусторонние соглашения новым содержанием, совершенствовать их. Сигналы, которые получаем от наших партнеров, говорят о том, что и они готовы к такому взаимодействию. Это уникальный ресурс в нынешней ситуации, и мы все обязаны им воспользоваться. Чтобы мы, европейцы, доказали сами себе и всему миру, что архитектура европейской безопасности может быть восстановлена. Что может быть другая модель отношения России, НАТО, Китая и США, ее проекция на Европу. Не такая, как последние пять лет. Беларусь во многом формирует такую историю успеха в вопросах региональной безопасности. Мы и дальше будем продолжать этот курс, как бы кому-то он не нравился. Мы слышим, видим, что кто-то подвергает сомнению, кто-то сожалеет, что не все Беларусь может, а может быть и ничего не может. А кто-то просто ухмыляется. Да ну, им ли решать какие-то вопросы? Вопрос, уважаемые дамы и господа, мы ничего не собираемся решать за кого-то. Дай Бог за себя решить. Мы просто вам предлагаем, давайте собираться в этом тихом, спокойном пока что месте и будем обсуждать наши проблемы. Мы прилагаем максимум усилий и намерены также действовать и в дальнейшем. Для этого у нашей страны есть все необходимое. Само расположение белорусской земли, многовековые духовные и культурные традиции жизни белорусов, их мирный уклад и созидательный труд обусловливают нашу позицию. Ну и добавьте к этому еще нашу историю. Мы навоевались, как ни один другой народ. Притом, не мы инициаторы были этих войн и не за себя воевали порой. Беларусь с момента обретения независимости и суверенитета уже более четверти века выступает донором стабильности, чистым поставщиком и европейской, и международной безопасности. История успеха Беларуси как надежного партнера, который пользуется доверием и Востока, и Запада, могла бы стать ответом на вопрос, можно ли сделать Восточную Европу трансграничным поясом стабильности и конструктивного взаимодействия. В качестве первого шага в реализации этой амбициозной миссии мы объявили, что, несмотря на разрушение договора о ракетах средней и меньшей дальности, Беларусь, которая была полноправным участником, продолжит его выполнять, если не будет соответствующих внешних угроз для нашей страны. Сегодня я с удивлением прочитал, что Североатлантический блок прямо у границ Беларуси весной будущего года собирается провести широкомасштабное военное учение, и по численности я посмотрел, но это то, что заявлено, что будет по факту, это, наверное, в два раза, а то и три больше, Таких учений у наших границ не проводилось. Какой в связи с этим можно задать вопрос риторический, вы знаете. Не знаем, кому это надо. Мы видим обеспокоенность США и России по поводу безопасности в Восточно-Европейском регионе. Об этом свидетельствуют наши недавние контакты с американскими представителями и послания президента России Путина широкому кругу стран о моратории на развертывание ракет в Европе и других регионах мира. Может, все-таки стоит собраться и обсудить эту, пожалуй, самую актуальную на данный момент проблему, если хотите, в Минске. Не хотите, давайте в каком-то другом месте. Тем более, что Беларусь уже выступила с предложением принять многостороннюю политическую декларацию ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Готовы даже инициировать это и взять на себя разработку текста этого документа. Понятно, что такая декларация не является равнозначной заменой договора, но исходим из того, что она могла бы помочь в заполнении правового вакуума в регулировании данного сегмента вооружения. Мы надеемся, что такой документ получит поддержку многих государств и станет практическим кладом в реализацию нашей инициативы о запуске международного диалога по безопасности. Вы знаете, что еще очень важно? Мы здесь, так сказать, в русскоязычном нашем мире прекрасно знаем ситуацию вокруг этих ракет с точки зрения и из уст, можно сказать, средств массовой информации России. Мы знаем. И в принципе мы убеждены, что, наверное, Россия права. Но меня удивили недавние переговоры с американскими политиками. Я когда ему задал вопрос, ну зачем вы это сегодня делаете? Россия же готова идти на разного рода уступки. Изложил позицию так, как мы слышим со стороны России. Но его ответ фактически как упрок меня поразил. Он говорит, да нет, с Россией вообще невозможно на эту тему разговаривать. Все наши инициативы они вообще не слышат. В этом плане был ответ. Так я подумал, ну а где правда? Так может быть стоит собраться все-таки обсудить? Услышать разные точки зрения? И хотя бы найти для себя, кто здесь прав? В чем эта правда? Это очень важно. Понимание вообще проблемы, прежде чем ее решать. Сегодня новую историю успеха европейской безопасности нужно собирать буквально по крупицам. Малые и средние государства, такие как Беларусь, могут нести реальный вклад в возрождение духа Хельсинки на европейском пространстве. Убежден, реализация такого подхода выгодна всем ключевым мировым игрокам. И России, и Евросоюзу, и США, и Китаю. Это ненормально, когда столько лет мы вообще на высшем уровне не собирались и не обсуждали эти проблемы. Чтобы откровенно переговорить с глазу на глаз и дать какой-то сигнал планете. А если не сигнал, то хотя бы развеять разного рода мифы вокруг этого. Это же ненормально. Зачем тогда ОБСЕ? Зачем мы создавали эту организацию? Чтобы посылать какие-то миссии на выборы и так далее. Наша организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. И это позволило бы как минимум снизить уровень существующих рисков и геополитическую проблемность Восточной Европы. Высповедит значительные ресурсы, которые могут быть направлены на мирные, созидательные цели. Будет способствовать прекращению дальнейшей эскалации конфликтов и постепенному улучшению атмосферы в отношениях Запада и Востока. Уважаемые дамы и господа, в этом контексте не могу обойти вниманием ситуацию на Востоке Украины. Я сейчас объясню, почему я выделяю эту проблему. Ну, прежде всего, потому что это наша проблема, европейская. Ключевой вопрос безопасности в Европе – это решение конфликта в Донбассе. В братской нам Украине продолжают гибнуть люди. Регион не может выбраться из трясины социального, экономического и гуманитарного хаоса. Вот нам тест. Это лакмусовая бумажка. Если мы можем что-то, ну, давайте в нашем доме разберемся и решим эту проблему. Украинский конфликт – это не просто нам вызов. Украинский конфликт требует от нас его решения. Если мы его решим, значит, мы на что-то способны. Если нет, ну, будем собираться и разговаривать. А толку будет мало. Несколько дней назад я был в Житомире, где проходил наш очередной белорусско-украинский саммит, форум регионов. Но без политики не обошлось. С президентом Владимиром Зеленским мы имели обстоятельный разговор по широкому кругу тем. Я почувствовал, что президент Украины – человек настоящий, крепкий человек, патриот своей Родины, абсолютно нормальный, вменяемый политик, который хочет решить эту европейскую проблему, которая ему досталась на следство. Он готов к трудным решениям достижения мира, и мы его в этом поддерживаем. В Беларуси рады, что в процессе разрешения конфликта появляется прогресс. Отшлен обмен задержанными лицами, и в Минске на заседании трехсторонней контактной группы также наметился некий процесс. Но, если кто-то думает, что лед тронулся – нет. Он не тронулся. И не тронется, если мы не подтолкнем процесс. Почему? Потому что мы этого Зеленского, которого загрузили этим страшным грузом, не его проблемами, оставили один на один с этими проблемами. Вы видите, что происходит в Киеве. Там без разбора используют определенные силы этот процесс, чтобы вообще придавить новую власть и нового президента. И Европа безмолвствует. Вы знаете, о ком я говорю. Ни с Востока, ни с Запада. Только камни бросают в адрес этого молодого человека. Каждый в собственных интересах. Дочнитесь вы, в конце концов. Война не только в Украине, война у нас, в нашем доме. И решать эту проблему нам. И если эта нормандская четверка чего-то стоит, так давно уже надо было собраться и что-то решать. Решать, если хотите. Но я в этом сомневаюсь. Я был в этом процессе и знаю, как решается. Каждый старается набрать там себе политические очки. На чем? На гибели стариков и детей? Надо решать эту проблему. Тогда вот эти диалоги будут иметь какое-то значение. При этом я своего мнения не скрываю. Без участия Соединенных Штатов Америки конфликт в Украине урегулировать не получится. Это конфликт не только в Украине. Это уже у нас конфликт. Мы уже почувствовали, что такое конфликт на Донбассе. 160 тысяч беженцев, которые хлынули на нашу территорию. Я часто говорю, что я сравниваю проблемы Европы, которые 2-3 тысячи за год беженцев с Ближнего Востока поделить не могут. Поделить не могут, где их разместить. А 160 тысяч. И мы им на завтра же, буквально через сутки, представили равный статус с нашими гражданами Беларуси. Мы приняли их как родных. Мы открыли для людей границу, через которую к нам поступает основной поток оружия. Конечно же, из того конфликтного региона. Это нас тоже не может не беспокоить. Европа вроде бы помогает. Но так помогайте, чтобы был результат. Нужно не только остановить войну. Нужно восстановить Донбасс. И не только восстановить Донбасс. Там еще более выпиющие проблемы в Украине. Эта война и та ситуация, в которой оказалась Украина, она экономически опустила Украину. Украине нужно помогать. Если мы на что-то способны, давайте решать. На деле решать. Вот посоветуемся. Вы своих политику возьмете так за шиворот и заставите решать эту проблему. Что касается Беларуси, мы не рвемся ни в посредники, ни в миротворцы. И не называйте это так. Никогда мы так не ставили вопрос. Мы готовы. Как близкие и родные люди, если Украина и Россия договорятся, мы готовы сыграть ту роль, которая ими будет определена нам. И не надо только после меня тут говорить, что это не конфликт России и Украины. Вот знаете, тут осведомленные люди. И эти заявления никому не нужны. Да, не надо игнорировать сегодня руководителей ЛНР, ДНР, непризнанных. Да, непризнанные. Но они есть. Их тоже избегать нельзя. Но это вопрос договоренности. Но главное, чтобы главные стороны ввязались в рассмотрение этого конфликта и принимали решения. Тогда будет место и ЛНР, и ДНР, и будут подвижки. И 400 километров границы, и проведение там выборов, и создание некой милиции, и так далее, и тому подобное. Я, Владимир Александрович, когда обсуждали этот вопрос, сказал, что надо идти на какие-то контакты, движения, потому что война у тебя на твоей земле. Он говорит, я так и понимаю эту проблему. Это война на земле Украины. Поэтому надо решать эту проблему. Пройдет время. Любые раны рубцуются. Слушайте, мы с Германией пережили такую войну. Больше 30 миллионов человек похоронили. А сколько после войны коллегами остались? И что сегодня? Спустя 70 с лишним лет. Мы уже не враги. Жизнь и история такова, что она рубцует любые раны. Даже более серьезные. Поэтому надо двигаться в этом направлении. Еще раз подчеркиваю, нельзя будет упрекнуть президента Украины в том, что он не старается решить эту проблему. Многое зависит от нас. И мы должны взять на себя большую ношу, большую часть решения этой проблемы. Уважаемый участник конференции. Сиюминутного универсального рецепта нормализации ситуации в мире Европе нет. Но есть универсальный инструмент, значение которого невозможно переоценить. Только путем спокойного делового мирного диалога можно отойти от края пропасти глобального конфликта, в котором не будет победителей. А потом действуют договорившись. Все более очевидна необходимость проведения в ближайшие годы международного саммита в рамках нового процесса Хельсинки под эгидой ОБСЕ, а возможно под эгидой Организации Объединенных Наций. Нужно принять документ стратегического характера по укреплению международной безопасности в Евроатлантике и в более широком масштабе. Сегодня невозможно решать эти вопросы без такого тяжеловеса, как Китайская Народная Республика. Важно учитывать также мнение других стран, чье влияние в мире сегодня растет. Мы готовы продвигать идею и Хельсинки-2, диалог Европейского Союза и Евразийского Экономического Союза, ОДКБ и НАТО, сопряжение с китайским проектом «Один пояс, один путь», СШОС, ОСЕАН, создание пояса цифрового добрососедства, об этом все больше сейчас говорят. Будем поддерживать все конструктивные идеи, направленные на преодоление разделительных линий, сохранение мира. Дорогие друзья, в центре внимания нынешней конференции судьбоносная тема. Хочу признаться, моя особая надежда здесь на ваши аналитические дискуссии. Сейчас диалог идет не друг против друга, а друг с другом. Это уже хороший прогресс. Так и должно быть в дискуссии. Аналитики, эксперты, по сути, не ограничены в своих суждениях. И в отличие от политиков, могут позволить себе сказать все, что считают нужным. Обозначить любые идеи, вплоть до самых нестандартных. Предложить решения, которые сейчас нужны международному сообществу. Я хотел бы пожелать вам продуктивной работы, интересных, активных дискуссий. Очень рассчитываю, что прозвучавшие здесь мысли и выводы будут востребованы теми, кто принимает важные политические решения.